Меня звали Роберт, и я был обычным сборщиком сердец. Я ходил по страницам, лицам и городам, и собирал их. Иногда сердца сами текли ко мне в сумку, а порой мне приходилось выманивать их лаской, маской, обещаний. Я слишком много думал о себе. Я вообще слишком много думал, по крайней мере вслух, пока другие думали про себя, либо не думали вообще. С этими мыслями я и уснул на кровати, даже не раздеваясь. За окном началась репетиция грозы. Дождь шептал о том, что осень вступила в свои права. Небо стало серым и выцветшим, будто скатерть на столе в какой-то дешевой забегаловке. Мне было тоскливо и одиноко. Но мне нравилась эта тоска, дарившая мне вдохновение, уносящая каким-то сферах дальним. Когда я открыл глаза, я понял, что нахожусь в центре какого-то бара. И то, что я лежу прямо на сцене, в той самой позе, в которой я и заснул. От удивления я встал на ноги и посмотрел в глаза пейзажа. Вокруг стояли тяжелые дубовые столы, а на них стояли кружки с различным пивом и тарелки с закусью. Вокруг сидели то ли поэты, то ли музыканты, то ли просто проходимцы и незнакомцы. Помещение было заполнено шумом и дымом. Смутно я ощущал, мы находились где-то под землей. В этом и был сакральный смысл андеграунда. Я посмотрел в лица всех этих людей. С виду все они были обычными и веселыми тусовщиками. И тут картина резко поменялась, будто в вампирском роуд-муви под соусом Тарантино. Присмотревшись, я увидел, что это были какие-то утопольники, полуподвальные демоны. Их лица были синими и зелеными, с трупными пятнами разложения. Их пасти скальли острые клыки. Изо рта текла пена безумия и зависти. Глаза налились кровавым соком обиды и мести. А одежда уже частично полуистлела и превратилась в нечто наподобие савана. И я понял одно. Сейчас мой гений заслужен полностью. Это безжалостное болото андеграундно. И я бесследно сгину в толще мутных дел. Они потянули ко мне свои когтистые руки, будто шепча и кривляясь. Ты никуда не уйдешь от нас, ты ничего не добьешься. Не думай много о себе. Сдайся, стань как мы и останься здесь с нами. Боже, куда я попал? Подумал я про себя и записал это вслух. Меня окружали одни стихотворные зомби. И я понял одно. Среди колонн и столов в этом мрачном барном подземелье обитали неупокойные души всех тех псевдопоэтов, которые так и не добились своего признания ни при жизни, ни после смерти. Ибо проклятие графомании стояло на каждом из них, будто выжженное клеймо на лбу, и не давало им обрести покой ни в этом, ни в иных мирах. И поэтому многие из них до сих пор считали себя великими и неповторимыми творцами. И эта тупая злобленность на мир, из-за их бесталанности, пропитой в пустой амбиции юности, делали их вечными тупицами-скитальцами. Плотной толпой меня окружили стихозомби, вперлись в меня своими завистливыми мутными глазами и медленно пошли в мою сторону, будто в старых фильмах Джорджа Ромеро. Меня пробрал холодный пот, и я подумал, вот я и попался. Моей гордыне сыграло со мной злую шутку. Я был приглашен сюда, как спецгостец, чтобы плевать в толпу стихоплетов, в свои изысканные стихи. И вот эти самые стихоплеты и сожрут меня прямо здесь, даже не подавившись моими метафорами и неологизмами. Я начал отчаянно читать в толпу строчки классиков Бродского и Ричарда Бротигана, Есенина и Франсуа Вийон, Блока и Артюра Рэмбо, Майковского и Гийома Аполлинера, Мандельштама и Фредерика Гарсиера Лорку, Цветаеву и Сильвию Платт, Евтушенко и Уолта Уитмена, Хармса и Поли Элюара, Хлебникова и Сэма Беккета, Пастернака и Ежена Ионеско, Брюсова и Шарля Бадлера, Вознесенского и Джима Моррисона и прочих. Всех тех, кого я мог лихорадочно вспомнить и произнести наизусть. И тут стихозомби начали расступаться передо мной, будто в этих стихах на самом деле была какая-то длань карающая. И мне показалось на мгновение, что от меня исходило некое сияние, будто от бородатого пророка, несущего людям свои скрижали, тот свет доброго и вечного, за который даже не стыдно умереть. И я увидел свой путь между этих зловещих стихами ротвецов и пошел по нему сквозь смесистую чащу дней. Выбежал отчаяними сейчас, продираясь сквозь толпу костлявых рук и страшных демонических лиц и побежал по лестнице искусств куда-то наверх, туда, где был город, и небо, и солнце, и свобода. Но наверху лестницы стояла моя собственная гордыня, работающая охранником бара моего же Кошмара. И, добежав до последней ступеньки, я встретился с ней нос к носу. Она, ухмянувшись, сказала, Но вот ты и добился своего, Роберт, ты прошел свой путь до конца, дальше идти уже некуда. С этими словами моя собственная гордыня толкнула меня с лестницы моих амбиций. И я упал, и сломался без шею, чтобы тоже стать вечной частью этой толпы зловещих стихомертвецов, ждущих в свои ряды очередного гордеца, забывшего свои корни и начало, чтобы петь с ним грустные песни и нереализованных амбиций в своем болоте андеграунда. Когда я проснулся, на часах было ровно 17.00. Я дописал свой странный, сюрреальный рассказ, притчу и начал постепенно готовиться к выходу. Сегодня намечали чтение перламутрового столетия. И тут я понял одно. Нам нужно быть более открытыми друг к другу, чтобы свет, идущий из комнаты нашего сознания, смог проникнуть и в темные углы сознаний других. Тот свет, за который не стыдно умереть. И, возможно, всем нам станет только светлее и лучше от этого. Вот и все. Вот странная какая проза.